здравствуйте дорогие друзья я сегодня буду такая злая я решила поснимать совсем не то что я собиралась снимать и буду сейчас говорить и злиться я на самом деле приехала в наш даунтаун таунтаун города в котором я живу если это можно так назвать в смысле город то можно назвать городом даунтаун это громкое название я на самом деле собиралась снимать совершенно другое видео но меня так это разозлило то что произошло что я приехала и сейчас вам расскажу а потом может быть поснимаем у нас тут витрины и в общем чуть-чуть что найду если у нас найдется что снимать а хотела я поехать поснимать у нас есть такой как outlet mall шоппинг-центр большой я в нем снимала по моему осенью или зимой когда был очередной локдаун вы знаете что у нас до сих пор локдаун вы понимаете я меня нет слов я просто настолько злюсь что я вообще даже ну просто вот злость моя наложилась на на злость мою предыдущую по поводу локдауна у нас до сих пор локдаун есть еще страна в мире где до сих пор локдаун где до сих пор закрыты все магазины где до сих пор закрыты школы, рестораны, ну, я имею в виду даже хотя бы на улице вот патио посидеть. Наверное, в Канаде и в Индии только. Честное слово, даже в Канаде, причем в Канаде не во всей Канаде, а именно у нас в Антарио, по-моему, в Кибеке магазины открыты, а у нас до сих пор закрыты наглухо, больше того, у нас до сих пор существует вот этот stay at home order, это значит, что мы вообще не должны выходить из дома никуда, на что уже, по-моему, все положили, как бы никто уже это не соблюдает, но он существует. Начало июня вся Европа открывается, в Америке уже там, Флорида и Техас открыты давным-давно, остальные штаты тоже уже все открылись, у нас больных мало, у нас вакцинировали больше половины населения, но у нас все закрыто. У меня такое впечатление, знаете, как будто, знаете, вот это Канада, вот это вот Канада, если уже закрыли, так уже, блин, будет закрыто до, до полного искоренения этого чертова вируса, который вообще, у нас 14 миллионов населения в провинции. И в день, у нас вот на сегодняшний день где-то в районе там 600-700 заболевших. Это так мало, по сравнению даже с той же Америкой, где все уже открыто, и у них намного больше заболевших. Но у нас, вот понимаете, вот у нас такая инертная страна, вот у нас, если уже что-то вот сделано, так уже оно уже будет вот все, закрыли, давайте, пускай будет закрыто, я сейчас буду ругать Канаду, может быть, у меня появится больше подписчиков, потому что очень-очень много подписчиков всегда на каналах блогеров, которые живут где-нибудь в Америке, в Канаде, в Европе, страшно ругают страны, в которых они живут, мучаются, живут там по 20 лет, не возвращаются в Россию, живут, мучаются, ругают, ругают свои страны, и у них очень много подписчиков. Вот я сейчас буду ругать Канаду, может быть, у меня тоже наберется. Шутка, это шутка. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, что просто вот, знаете, причем у нас сказали, что откроют все, нет, не все, сейчас вам скажу, значит, сказали, что возможно откроют магазины и патию 14 июня на 15% наполняемости магазина. Это значит, что если в магазин может зайти тысяча человек, то будут пускать только 15% от этой тысячи человек. Это вообще, чтобы зайти в магазин, нужно будет простоять в очереди, наверное, час или два, для того, чтобы только зайти в магазин. Просто, ну вот, знаете, а злюсь я вот еще чего. Я хотела поехать и поснимать витрины. Там есть магазины красивые, там есть Гуччи, там есть всякие Армании, в общем, все вот это вот. И я там уже снимала, я просто хотела поехать, посмотреть, мне было интересно, если у них поменялись витрины, потому что магазин закрыт, и мне просто было любопытно, поменяли ли они витрины, сделали ли они другой там манекенов переодели. Хотелось мне посмотреть. Так в прошлый раз, когда был тот же самый локдаун, вы видели, я снимала, я заехала туда, поставила машину, зашла, побродила там. А это на самом деле не закрытое помещение, это открытое помещение. Это такое большое пространство под открытым небом, в котором стоят магазины, такими, знаете, рядами, в принципе, но это не помещение, это не закрытое помещение. И вот, значит, я въезжаю сейчас туда, и я на въезде, стоит машина, охранник, и он, значит, останавливает меня, говорит, куда ты едешь? Я говорю, я вот еду походить, посмотреть, посмотреть на витрины. Он говорит, нельзя, я говорю, да, что значит нельзя? Он мне говорит, если ты что-то заказала в магазине, то только тогда ты можешь заехать и поставить машину. Я говорю, да, да, я заказала. Он говорит, в каком магазине ты заказала? Я там что-то придумала, наплела, сказала там, Банана Репаблик, окей. Он мне говорит, хорошо, паркуй машину, значит, скажи мне свое имя и номер телефона, я сейчас позвоню в магазин Банана Репаблик, они тебе вынесут то, что ты заказала. I mean, то есть, я, то есть, я даже не могу туда заехать, поставить машину, выйти и побродить по пустым, по пустым вот улицам таким, в которых находятся эти магазины, это не, опять же, чтобы только поснимать то, что можно было раньше. Сейчас я не могла, не смогла этого сделать. Он мне сказал, нет, нет, ты запаркуйся, я тебе позвоню в этот магазин, который ты заказала, и они вынесут то, что я заказала. В общем, короче, мне пришлось строить из себя дуру дурную, плести какой-то, какой-то bullshit, плести какую-то ерунду по поводу того, что, ой, я не понял, я перепутал, я очень извиняюсь, я больше не буду. Я сейчас должна узнать, я не помню, что я заказала, я не, в общем, короче, я ему там, он смотрел на меня как на идиотку, потому что я сказала, что я приехала забрать свои вещи, и я заказала в таком-то магазине, и тут я начинаю ему нести какую-то ахинею, что я, я перепутала, я не знаю, я не помню, я хочу, я сейчас поеду домой, я узнаю, я развернусь, в общем, боже, это был такой позор, вообще позорный позор. Но я настолько злюсь, понимаете, что мало того, что у нас все закрыто, так у нас еще, у нас еще и, и даже заехать нельзя, вот в открытое пространство побродить между магазинами, где, где посмотреть на витрины. О май гад, это вообще, ну и кроме всего прочего, вообще, конечно, это идиотская ситуация с тем, что у нас до сих пор закупорено все под завязку, и даже если откроют, то это будет еще через, через неделю, через две, когда у нас уже полно вакцинированных и очень мало заболевших, и в больницах почти, почти что очень мало людей. Это просто, ну вот знаете, я вообще смотрю на, на блогеров из других стран, которые показывают видео, как у них все открывается, как у них люди сидят на патио, как у них открыто, как они ходят по магазинам, как у них вообще все, все уже в ажуре и в шоколаде, причем я уверена, что у них заболевших, наверное, больше, чем у нас в Антарио даже, я даже не говорю уже за всю Канаду, понимаете, что происходит, то есть как бы, это вот Канада, вот во всем, вот типично для Канады, понимаете, вот закрыли и все, и будем уже закрытыми сидеть до полного, до усер, пока тут все вообще уже не, не это самое, пофиг, что люди уже просто из штанов выпрыгивают от этого сидения дома, школы, блин, школы, дети, дети сидят дома уже, я не знаю сколько, два месяца, да ну, в год сидят дома, причем, знаете, самое смешное, что школы, например, есть в Антарио регионы, Торонто большой, там много заболевших, ну, относительно много, в моем районе, где я живу, у меня на три города, например, сегодня было там 17 заболевших, 17 заболевших вирусом, и все равно школы закрыты, так, я понимаете, я понимаю, что когда они не открывают магазины и рестораны, например, в нашем районе, потому что они говорят, ой, все из Торонто к вам приедут, и все привезут снова свою заразу, к вам, у вас мало заболевших, но вот приедут из Торонто, где много заболевших, и свою заразу привезут, но школы, ну, дети-то, это, не приедут же из Торонто в мой город, дети в школу, потому что в школу ходят только дети, которые живут в моем городе, где очень мало, мало заболевших, В общем, выговорилась, злая. Сейчас я пойду, наверное, поснимаю по улицам, что у нас там делается, витрина наша. А может, не пойду, может, сейчас разозлилась, выговорилась и останусь, и поеду домой. Все, девчонки, люблю, целую, до следующего видео. В следующем видео не буду такая злая. Я всегда такая, такая, Настя, я всегда такая улыбаюсь, такая на позитиве, я такая, знаете, лыбу давлю, сегодня меня просто прорвало, просто прорвало. Пардон. В следующий раз буду опять на позитиве, буду веселая и добрая. Пока, бай-бай.